Здравствуйте, меня зовут Алена, я ведунья. Сегодня наш разговор пойдет о снах, о снах осознанных, о снах вещих. Для начала разберемся, чем отличаются осознанные сны от снов вещих. Вещи сны — это те сны, которые предсказывают будущее, которые говорят о каких-либо опасностях впереди, которых можно избежать. Как избежать и как работать с вещами с нами? Я расскажу в следующий раз. Сегодня мы поговорим поподробнее об осознанных сновидениях. Осознанные сновидения — это те сны, в которых человек получает ответы на свои вопросы, в которых он может работать над какими-то своими проблемами. В этих снах люди встречаются с наставниками, учителями, святыми. Это те сны, которые сейчас интересуют очень многих. Это те сны, с которыми люди работают через всевозможные практики. По классическим методам, например, Кастаньеда, новым методам, фазовое состояние и так далее. На самом деле все значительно проще. Осознанные сны — это то, что нам дарит Мать Природа. Это то, что есть у нас у всех в крови. То, чем мы можем пользоваться, без каких-либо инструкций. Не надо усложнять и без того сложную жизнь. Итак, необходимым условием для осознанных сновидений нужно считать освобожденный мозг. Мозг освобождён от дневных суетных мыслей. Мы ложимся спать раньше обычного времени. Мы не разговариваем, не ведём беседу перед сном и не смотрим телевизор, не лазим по компьютеру. Мы отдыхаем. Мы закрываем глаза и спрашиваем, задаём вопрос. Тот вопрос, который наиболее нас сейчас волнует. И засыпаем. Чтобы подготовить мозг к осознанным сновидениям, есть очень действенные и сильные методики, именно связанные с природой. Шаманские методы, методы воздействия трав на мозг человека, чтобы мозг был в осознанном состоянии. Именно этим методом пользуюсь я. Этот метод не включает в себя какие-то инструкции и много-много действий и подготовок. Вы приобретаете подушку, сделанную вручную. Она выглядит, как обычная подушка. Вот такого плана. Просто подушка. Кладёте её рядом с собой. Наполнителем подушки являются травы. Специальные травы, которые открывают осознанность мозга. Всё. И ложитесь спать. Единственным условием является, чтобы все сны вы записывали, дабы приучить мозг к тому, что он фиксирует информацию, полученную во сне. Довольно быстро вы входите в эти осознанные сновидения без каких-либо методик и практик. После вы можете им пользоваться уже без подушки для осознанных сновидений. Давайте станем ближе к матушке природе. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok